Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Ничья дома нас расстраивает, естественно. Радует то, что у нас есть дух, характер, желание, единство. И наша реакция, она кажется безнадежной ситуацией. Потому что я думал, что когда 1-3 и пенальти в наши ворота, очень мало людей верили, что мы можем вытащить этот матч. Но у нас есть дух, есть характер и огромная армия преданных болельщиков. Потому что то, что я сегодня увидел, в очередной раз меня поразило. Люди искренне так болеют, и они помогли нам сегодня перевернуть этот матч. К сожалению, не выиграли. Я думаю, что потому как складывалась игра, в целом, если брать глобально, мы острее были сегодня Краснодара. Наверное, моменты, где они больше владели мячом, это да. Но по созданию голевых моментов, по остроте, мы сегодня Краснодар превзошли. И осадок, естественно, остался. Потому что я уверен, что мы должны сегодня были этот матч выиграть. Расстраивает то, что мы пропустили легкие мячи, дали возможность сопернику второй раз сбить пенальти. Но индивидуальные ошибки наши, к сожалению, пока мы не можем от них избавиться. Но радует то, что мы в атаке. У нас есть аргументы. Мы говорили, что факел может быть разным. И сегодня матч показал, что мы можем очень остро атаковать, доставлять мяч в штрафную. Матвей Сафонов, на мой взгляд, сегодня опять какой-то шедевральный матч провел. И огромная заслуга его, что мы сегодня не добились победы. Ваши вопросы? А чего все-таки команде не хватает мастерства? Потому что свои часто не забивают. Ну, обычно говорят, да, что если ты не забиваешь мастерства, ну, я бы здесь сказал, что, наверное, сегодня мастерство именно вратаря было чуть-чуть выше, чем у нас. Потому что моменты мы создали очень, ну, скажем так, яркие, реальные, из которых нужно было, конечно, забивать. Чего не хватает в целом. Ну, естественно, много компонентов, над которыми нужно работать. Мы работаем, двигаемся вперед. Верю, что победы будут. Второй круг начался сегодняшним матчем. Общие какие-то итоги первого круга в пяти предложениях, если можно, подведите, пожалуйста. И ответ хотелось бы от вас услышать. Чем отличается, на ваш взгляд, факел Олег Василенко, факел Дмитрия Пятибратова? Или вы на старом багаже как-то? Или вот что-то вы свое уже успели до людей донести? Ну, вот итогов, если можно, а потом... Ну, я понял ваш вопрос. Итоги, первый круг, первый круг, естественно, есть некая неудовлетворенность, потому что были матчи, где, на мой взгляд, мы должны были больше очков набрать. Да, но в целом, в целом, по дистанции, если брать, мы прибавляем, мы развиваемся. Это, конечно, может быть не такими быстрыми шагами, но команда прогрессирует. А то, что говорить факел Василенко, факел Пятибратова, ну, на мой взгляд, это, как бы, вообще неправильное осуждение. Много нюансов, много деталей. Факел – это команда, вот, которую любят болельщики, которая стремится всегда побеждать. Не всегда, к сожалению, получается. Поэтому я бы не стал здесь разделять до и после. Мы в целом работаем в одном направлении. Есть понимание, куда нам двигаться дальше. Глобальных вещей, естественно, мы не меняли. А нюансов, да, мы много изменили нюансов в подготовке к матчам, в тренировочном процессе. Это очень долгая история. И когда чемпионат закончится, да, я тогда смогу более подробно, детально ответить на Ваш вопрос. Я вот чуть-чуть продолжу. Вы так технично уходите от таких, довольно таких вопросов, которые Вам могут быть неприятные. Ну, ладно, бог с ним. Руководство клуба анонсирует в межсезонье усиление каких-то позиций. Вы тоже будете сейчас наверх куда-то кивать? Или Вы свое мнение скажете? Ну, я не... Ну, я не бес. Конкретно. Я понял. Я вообще никогда не укажу ни от каких вопросов, острые они или не острые. Ну, если руководство клуба анонсирует приобретение, ну, значит, они уверены в том, что они говорят. Я думаю, что, естественно, будут новички. Это нормальная практика. На Ваш взгляд, нужно какие-то позиции без конкретики, опять же, усиливать? Ну, конечно, конечно. Слушайте, Вам любой тренер скажет, что позиции всегда нужно усилить, потому что есть конкуренция в команде. Мы не исключаем такой момент, что кто-то из наших футболистов может покинуть команду. Появится продолжение, люди уйдут. То есть это нормальная практика. Меня устраивают футболисты, которые есть в нашем распоряжении. Если будет усиление, это будет хорошо.